Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet сервер GTA V, всё как всегда. И сегодня я тебе расскажу о лучшей тачке за 3 миллиона. Лучшая тачка для дрифта, для драга, для гонок, для всего. Поэтому присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. А если ты ещё не подписался на мой канал, поэтому исправляй этот момент, делай с красной кнопкой сервер, подписывайся. Наша цель 3,5 тысячи подписчиков к новому году, я буду тебе очень благодарен. Собственно, после прошлой серии, где мы смотрели всю доску заданий для стритрейсеров, я заикнулся, что в следующей серии мы будем покупать себе тачку для дрифта, и, возможно, для управления, для повседневной езды. Буквально вчера мне написал подписчик в Дискорде, что Эван, давай, мол, идти там свою S13, ты попробуешь подрифтить, может тебе понравиться, и ты передумаешь, и не будешь брать ту тачку, которой ты хотелось заранее. Мы подрифтили, но я понял, что она слишком слабая, именно по мощности, я люблю более скоростной дрифт, вот, и всё-таки остановился на той тачке. Но после того, как мы немножечко покатались, он мне сказал, поехали на ЕКХ, и, приехав на ЕКХ, он мне подарил вот это. А как это было? Смотрите дальше. Е60? Ребят? А зачем? Принимай. Охуеть. Спасибо большое. А зачем так? Ну, почему бы нет. У меня есть возможность что-нибудь такое подарить, так сказать. Покупать себе ничего не планирую, ближе, все время. Хе-хе. Бля, от души. Бля, от души вообще. О, брифчик сделаешь, катайся скайпом. Спасибо. Сейчас пойду, найду, попробую. А где она там вообще? А уф, бля, черная она... А, не, тонирована? Не, тонирована. Бля, ай, вообще бандитка-то, а ты чё, бля? Охуенно. Андрей Линкольн, большое тебе, большое спасибо. Ебать. Один и три, блядь. Нихера она едет, один и три. Когда я р-8 ехал, один и ноль где-то, да. Значит, вот трансмиссия. Подожди, если она еще на старом... Не, она не на старом. Если бы она была еще на старом, я бы вообще в крае херел реально. Бежал-ка на мерки, самые дешевые. Сколько там семля у нас стоит? Ну, такие более-менее. Ну, типа, если с разными буквами делать, то можно из-за лям, конечно. Ну, это бред, конечно, с разными буквами. И разными цифрами. Ебать, она рулится, я в шоке. А МР у МР тоже будет дорого, да? А, например, один, два, три, МР. Посчитать стоимость. Один лям. Ха. 77. 24 ляма? Нихера. О, МР. Один лям. О, зашибись. О, МР. 0,60. Сколько будет стоить? 7 лямов. Условно, какие циферки есть? Например, ММР 7 стоит, а ОМР лям. Окей, ОМР на 98-ом или на ней ценится? Лям. Блядь, я купил. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Подожди, у нас 108-ой, заебись. Я только сейчас увидел, она новая, 466 километров. Так, АПТС рабочий, блин, ну пожалуйста, мне так будет интересно посмотреть. Зачем я выхожу, как вам та, ё-моё, показать? Да, нет. Понимаю. Не, ну я теперь её все себе продам реально. Типа, навсегда теперь она у меня будет. Кхе-кхе-кхе-кхе. Да, из чего достал? У тебя в твоей тачке вырубили, чуть непонятно. Да, я точно не вижу. Бандиты из двухтысячных. То есть нужно перенести, чтобы её не стыбзили. Окей. А если я сдохну, она не выпадет, да? Кхе-кхе-кхе. Это пистолетик какой-то получается. Только после записи ролика я узнал, что эта дичь стоит 500 тысяч. Офигеть. Смотри, смотри, смотри. А-а-а, уф, просто уф. Это просто капец. Мой самый первый, можно сказать. Ну не первый, окей. Не, ну можно сказать и первый. Подарок на CCD. Да ещё какой дорогой. За три ляма Е60. Просто офигенная тачка. Здесь она тоже стоит 3,5 ляма, но на бушке, я думаю, можно найти за три. Поэтому я говорил 3 ляма. Также мы поставили на него номер OMR12398, как это вы уже видели. А после того, как я ставлю номера на машину, как вы понимаете, я её продавать не буду. Сегодня наша цель это поехать, как бы изменить её внешне. Надеюсь, на неё есть. Но что-то мне подсказывает, что на неё тюнинга как бы нет. Покажу вам чип на драг. Ну не на драг, на повседневную езду. Замерим её 0100. Также вам покажу дрифт-чип на неё. Солью дрифт-чип. Можно сказать, я вчера смотрел Ютуб, и я не нашёл... Ладно, нашёл один ролик на Ютубе по CCD Planet, где сливали дрифт-чип. Больше нигде нету. Так что за эксклюзивность, я думаю, можно поставить лайк и подписаться на канал. После того, как мы посмотрим дрифт-чип, я думаю, на этом и закончим. Поэтому начинаем из драг-чипа. Знаешь, давайте подъедем вот сюда, где мы, собственно, недалеко и начинали. Врубаем HUD. Так, HUD, Shift, O. Вот, врубаем RaceLogic. Если кто не знал, она аккаунт лиску врубается. Раздуваем, и... Так, в пол. 1,3, 0,100. Ну, 120, 2,2, потому что я врезался. Значит, раздуваем. И отпускаем. 1,3. 1,5. Ну, и, конечно же, 200 не будет. А, максималка 291. Но это по кочкам разогнался, понятно. Едет она очень бодро против R8. Вот моей, которая ехала 340, но она, капец, как-то не рулилась. Вот такой поворот она бы уже не зашла. Я на E60 вообще спокойно себе вруливаюсь. Мне не заносит. Просто идеальная тачка для, можно сказать, ну, новичка. Ну, конечно, новичка до трех лямов. Не, она рулится просто охуенно. Вот реально. E60, вот это раньше немцы делали. Как бы B нажимаем. Сейчас вам покажу чип. И, кстати, все эти чипы, настройки будут в описании ролика. Так что вы сможете зайти, копернуть их и просто вставить. Но кто не хочет, вот вам сливая специальная тормозная система. Так, можно ниже, да? Кстати, E60 не на старом чипе. Может, я это говорил, не говорил. Ну и да ладно. И так пойдет. Назад подвеска. Вот так. Все. В принципе, вот такой вот чип. Если что, еще раз повторюсь, он будет в описании ролика. Пока я не поставил дрифт чип. Поехали немножечко ее изменим внешне. И что я хочу сделать? Я, наверное, хочу ее перекрасить. Вот было бы идеально, если здесь был какой-то карбон пакет. Либо найт пакет. Я бы ее сделал в белой. И она просто была бы идеальная. Но она черная. В принципе, на черных дисках вроде тоже стиль. Но. Но. Мне хочется что-то изменить. Реально. Поэтому давайте мы приедем в диски. Как бы бабки у нас имеются. Так. Атомик гараж какой-то. И будем выбирать себе сюда новые диски. Если прям по честному, пацаны, мне вообще никакие диски не понравились. В SSD, вроде в MTA, все нормально с дисками. Но в GTA V это просто полный ждец. Ну, во-первых, это, конечно же, рейдж. Как бы урезан. Но не может средактировать тебе ширину, развал, высоту, диаметр. Вот это все. Но. То, что здесь нет классных дисков, это, конечно, бан. Ну, блин. Ну, что это за колхозные диски? Вот эти. Вот эти, блин. Когда уже больше маслкаров, что ли, на сервер. Ну, просто я вот листаю эти диски. Вообще не могу ничего не подобрать. Ну, все, что более-менее так, чтобы чисто поставить. Ну, вот эти только подошли. Вот, сто на вот эти. За 180 тысяч. Больше тупо ничего. Стоковые диски и вроде и красивые, и большие. И поэтому, мне кажется, их никто даже не меняет. Поэтому поехали. Сначала мы примерим, скорее всего, цвет. Какой я сюда хочу сделать. А потом уже оставим диски, скорее всего. Знаешь что? Тюнинг Лос-Антоса. Ох, е-май. Здесь, ох, е-май. Здесь банан стоит. Ну, да. Такие цвета красивые здесь, пацаны, делают. Перламутровые. Заезжаем тюнить. Но, наверное, здесь ничего, конечно же, нет. К сожалению, нет ничего. Я бы так бы хотел сюда влепить. Крабоновые ноздри. Возможно, F10 стайла. Или F90 стайла, как они там называются. Сзади диффузор какой-то влепить. Ву-ву. Блин. Обидно. Какие цвета я хотел бы подобрать на E60? Ну, первый цвет, который я хотел сделать, это белый. С черными ноздрями. С черными вот этими жабрами. С губой. Доктейлом черным. Это был бы просто сок. Просто сок. Но из-за того, что вот это все хромовое, делать я этого, конечно же, не хочу. Можно, конечно, сделать вот такую, типа, вишневую. Но это, блин, мне кажется, это типа тень. Но это уже такая банальщина. Просто реально. Давайте что тогда? Я думаю, сделаем ее все-таки белой. Давайте попробуем белой, да. Если не понравится, то перекрасим. Где-то сделаем вот такую прям грязно-белую. Я бы сказал, покраску перламутр. Бахнем. Где-то вот так. И цвет отражения. Давайте сделаем серебро. Где-то вот так, да. Покрасится 4 с половой. На цвет дисков стоит черный металлик. Все нормально. Тонировка на 100%. Салон можно сделать черным. Можно сделать белым. Но тогда тонировка просвещает. Но белый салон это балдеж, конечно. А еще лучше это рыжий. Не знаю, обожаю рыжие салоны. Поэтому красим белой. Вот. И выезжаем. Так, теперь интересно. Изменила ли тонировка ускорения 0-100? Как всегда, это дело 1-3. 1-3. Кстати, 100-200 ускорило реально. Знаю, что заезжаем в диски. Все-таки поставим вот те диски за сколько? 180 тысяч, да? Они стоят. Посмотрим, нравятся они мне или нет. Если не нравятся, мы, конечно, их же уберем. Вот это я зажрался, конечно. А за 180 вот эти васяны. Не, не вот эти, а вот эти. Ну, еще... Блин. Ну, ладно, поставим. Давайте поставим. Потому что в последнее время я даже ничего не покупаю. А так хотя бы будет интереснее смотреть, я думаю. Кстати, FPS простил, когда диски поставил. Ну да, лучше бы я, короче, диски эти не ставил. Потому что они поменьше. Ну, это банально, окей. Но они как-то внутри теперь. Те были пошире. Ну что, я надеюсь, в следующем обновлении CCD-плана наконец-то добавят пакет тюнинга на E60. Они обязаны это сделать. Потому что это одна из самых популярных автомобилей на этом сервере. Это, во-первых. Во-вторых, они добавят, наконец-то, пару новых дисков. И мы их поменяем. Поэтому, пацаны, вот этот вариант, это пока что временный. Потому что он мне самому не нравится. Если честно, да. Может, конечно, цвет можно будет потом поменять. Не с белого, а сделать какой-то бордовый. Либо темно-синий. И может, это как-то ситуация изменит. Ну, я не знаю. Нашел тупо копию своей E60 бывшей реально. Это, походу, самый популярный стиль был на сервере. Но сейчас у меня такой. Конечно, не нравится. Капец, ну пусть будет. Пока я снимал первую часть этого видоса, уже наступила ночь. Знаешь что? Мы ее затюнили как бы так, что она мне не особо, если честно, вообще не нравится. Ну, цвет, блин, белый вроде топ, но нет антихрома. И он просто теряется в хромированных деталях. Типа, лучше был бы черный. Но черного очень много на сервере, как бы. Поэтому не хотел диски. Если уже сделать белую тачку, ну, белые диски, ну, и такое. Типа, надо на контрасте. Значит, черные. Короче, пацаны, заезжаем на B. Копируем из описания также этот чип. Нажимаем кнопку загрузить. Вставить конфиг, загружаем. Все. Кто не хочет копировать, вот вам трансмиссия. Либо кто с телефона смотрит. Трансмиссия, тормозная система, колесные тяги. Вот. И подвеска. Короче, вот этот чип копируем. Надеюсь, вы успели там его посмотреть. И это, ну, как бы мне скинул подписчик этот чип. Потому что найти чип на CCD, на Drift, это вообще Unreal. Типа, можно купить в какого-то... Если вы продавца чипа, ну, да, типа. Чипы на заказ, там, по 200, по 300, по 500 тысяч. Окей, ты можешь сам их купить. Но вообще нет чипов, типа, где можно их взять бесплатно. Поэтому, я думаю, как бы, за этот братский подгон... Ну, ладно, не везде. Есть один ролик на Ютубе. Ну, так я знаю, типа. И все. Поэтому, я думаю, за эксклюзив можно влепить лайк и все. Мы просто берем и вообще наваливаем на Е60. И что мне нравится, что она, как бы, в дрифте ускоряется. Прям реально. Вот я еду сейчас 57, перекладочка уже 60, уже 70 еду. Хотя другие тачки в это время, как бы, сдуваются. Не знаю, как по мне, Е60 вообще прям идеал. Ихали на место, где мы дрифтим на тачке из аукциона. Ой, говорю из аукциона, а завтра салона. И просто навалим вот влево-вправо. И Е60 вообще изи контролить. Вот направо-налево. Мы уже собрали Х2. Но, кстати, не особо так и много. Давай Х3 уже, ё-моё, сколько можно? Вот, Х3. Просто влево-вправо. 120 на Е60 в то время, когда там другие тачки, но едут меньше. Конечно, я спорю, это ещё что лучше Е60, либо Цэшка. Но мне Е60 больше нравится. Вот я сейчас её закинул. На тачке с тест-драйва ей уже была жопа. А сейчас я закинул, и я легко вообще контролю. Влево-вправо, влево-вправо. Прям идеал. Вот смотри, вообще, такие углы вывожу на ней. Мне прям тачка вообще бодрая. Вот так могу сделать. Давайте попробуем сделать полицейский разворот. Значит, вот так закидаю её. Вот так, оп. И успевая развернуться, конечно, задел. Но благо она сидеть и не сбрасывается. Но нормально так закинул. Давай ещё раз попробуем. Блядь. О, успел. Кстати, С-13, она цепляется, но она потом вообще не едет. Тем более в горку. Вот, например, её разворот выносит. А вот Е60 вообще как сбоку на лад. Это ещё чип, да, так сказать. А подсъёмы, смотри, какие. Можно... А можно... Ебать. Вот такие подсъёмы вообще жёсткие. Можно столб нафиг отсюда? Как что это? В этом плане прям топчик. Прям охуенная, да? Ну вообще огонь. Я чё-то боком валил на 110. Нормально. На раздание самое то выполнять, короче. Да. Но то, что она не цепляется в самом начале, да, это пипец. Знаешь что, пацаны? Давайте подведём маленькие итоги. С вами мы, хотел сказать, прикупили. Нет, Андрю Линкольн подарил мне Е60. Значит, мы с вами её затюнили. Я вам показал, что это лучшая тачка как бы и для повседневной езды, и для дрифта. Показал два чипа, которые есть в описании. Вы в любой момент можете его скопировать и поставить на эту тачку. Я надеюсь, тебе этот ролик был полезен. Если это так, подпишись на канал, сделай с красной кнопкой серую. Не забывай поставить лайкос. Помоги продвинуть этот ролик в топе. Я тебе буду очень благодарен. Пиши в комментариях, какая лучшая дрифт-тачка, по твоему мнению, на CCD Planet. По-моему, это Е60. Реально. Также мы на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну, с тобой была Лаван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.